Ермак передал советнику Байдена данные разведки о планах россиян. Советник Офиса президента Андрея Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на его телеграм-канал. По его словам, была обсуждена актуальная ситуация на фронте, оборонные и наступательные действия украинской армии, а также актуальные потребности украинских подразделений в различных видах вооружения, кроме того, Ермак передал Салливану информацию украинской разведки о планах российских военных, выражал благодарность США за предоставление нового пакета помощи для украинской инфраструктуры и энергетики. Также поблагодарил президента Джозефа Байдена, его команду, обе палаты Конгресса и весь американский народ за неизменно мощную поддержку нашего государства в борьбе с агрессором, который представляет угрозу для всех в мире, написал Ермак. Стоит напомнить, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Теракт на Каховской ГЭС В докладе также рассматривалась тема российского теракта на Каховской ГЭС. По словам президента, наша разведка и СБУ собрали новые доказательства того, как оккупанты совершили подрыв дамбы и других сооружений ГЭС. Он подчеркнул, что это было совершенно сознательное и проситанное преступление на станции, которое было под полным контролем захватчиков. При этом Украина еще в прошлом году предупреждала мир, что страна-агрессор готовит такой теракт, предупреждала тогда, когда получила первую подтвержденную информацию о минировании ГЭС. Ситуация на Запорожской АЭС. Недавно начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Да, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого, будут значительные проблемы. Военный эксперт считает, что захватчики из-за страха перед украинским контрнаступлением могут взорвать бассейн-охладитель реакторов на станции, а после этого начать шантажировать Украину. Добавим, что после взрыва Каховской ГЭС риски для атомной станции выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования ЗАЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе. В этой связи 15 июня ЗАЭС инспектировал гендиректор Магаты Рафаэль Гросси. Он констатировал, что уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность. Определенное время, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.